Вы знаете, я пытался понять для себя, какую цель сегодняшнего доклада я преследую в первую очередь. О чем я хотел рассказать? Конечно, первой фразой, как вы видите, идет суперкомпьютерная технология. И, наверное, это, когда я говорю о суперкомпьютерных технологиях, особенно в аудитории, в основном молодой, то я говорю о том инструменте, который сегодня нужен. Но инструмент нужен для чего? И вторая фраза, второй акцент моей презентации – это математическое моделирование. И, наверное, в первую очередь я бы хотел, чтобы вы поняли для себя, что математическое моделирование – это то, что сегодня очень не хватает в нашей стране. Это то, что не хватало в последние, не побоюсь сказать, 50 лет. И то, чем я занимаюсь, ну, скажем так, последние лет 15-20 активно. И чем бы хотел, чтобы внимание ваше привлечь к этим делам. Вы знаете, когда говорят «математическое моделирование», и всегда вспоминаются те люди, которые организовывали это дело у нас, наверное, значительно до Советского Союза. Это, в первую очередь, я должен назвать имя Александра Андреевича Самарского. Может быть, многие видели, все, кто учились в университетах, курс уровней математической физики Тихонов-Самарский. Это численные методы, развитые в Самарске. Кстати говоря, Александр Андреевич считал, что к математическому моделированию в те годы, когда он этим занимался, а это было 60-70 лет назад, даже тогда внимание уделялось недостаточно не только людьми, но и правительствам. Знаете, первая статья, в которой Александр Андреевич написал, что такое математическое моделирование, была опубликована в журнале «Коммунисты». Я только пытался понять, почему это произошло. И думаю, что примерно то же самое, что вот сегодня мы говорим, что математического моделирования, к сожалению, нет. И у нас это не разница. И вот, наверное, и тогда это было то же самое. Потому что, кстати говоря, что такое математическое моделирование, и как его понимал Самарский. Он всегда понимал, что математическое моделирование – это триадр. Это, в первую очередь, модель, которую создают физики. Третий – это алгоритм, и третий – это программа, которая должна работать. И вот вычислительная техника – это обслуживающий инструмент для математического моделирования. К сожалению, математические модели мы не пишем своими. А если пишем, то это очень закрытые разработки. К сожалению, алгоритмы в последнее время не в почете. И если взяться за те алгоритмы, которые сегодня мы используем, то, наверное, наработки последних лет – это идут западные. Ну а про программы, которые написаны в России и в СССР, я не знаю, я не смогу перечислить пять программ, которые пользуются во всем мире, и которые были бы сказаны, что это написано в России. То есть то, чем мы пользуемся – Word, Microsoft, то, чем еще пользуются – я пользуюсь MATLAB, MAP, математикой, пакетом, ANSYS, DEFORUM, AVACUS, ну, я думаю, статистика, ну и дальше могу перечислять. Made in, к сожалению, не нашим. И неоднократно разговаривая с академическими людьми, вот, директорами институтов российских, а почему так? Знаете, идет разговор о том, что, к сожалению, система, которая у нас получилась, работающая, она, к сожалению, не настроена на то, что тратить деньги на такие вещи. Вот Сергей представил меня как заведующего кафедрой УГОТУ, но я одновременно последние полгода работаю в компании «Роснефт». И пригласили меня туда в первую очередь потому, что произошло великое событие для нашей страны. Мы попали под санкции. Мы так благодарны их, и в частности, единственная промышленность, этим американцам, европейскому сообществу, потому что нам запретили использовать западные продукты. Компания «Роснефт» попала под санкции, и пакеты геологического моделирования, гидродинамического моделирования попали под санкции. Мы не получаем никаких обновлений и ничего. И руководство компании сразу вспомнило, опа, надо писать свое ПО. Давайте мы пригласим тех, кто еще пока что-то может написать. Что такое написание собственного программного обеспечения? Это знания. Вот когда я сказал «триады». К сожалению, всюду в жизнь идут триады. Матемоделирование – это триады. Модель, алгоритм, программа. Все, чем мы занимаемся, это триады. К сожалению, и вот написание нормальных пакетов требует от человека знаний трех вещей. Физики, математики и программирования. Вот когда вы знаете только математику, ну, я прошу прощения, та математика, которую вы изучаете, ну, все, наверное, изучают интегрирование, дифференцирование, в лучшем случае ок-дефуры решают, а дальше все встало. Для нормальной задачи этого не хватает. Когда вы знаете только физику, но вы не понимаете, как она пишется в уравнении, вы не можете написать математику. Когда вы знаете только информатику, ну, может быть, видяшку нарисуете, может, игрушку нарисуете, может, базу пишете. Но к математелированию это не имеет никакого отношения. Вот только триады. Вот это то, что нужно сегодня для того, чтобы нормально работать в этой отрасли. И когда я буду говорить про суперкомпьютеры, я еще раз буду повторять, для того, чтобы писать программу на суперкомпьютер, надо узнать и то, и другое, и третье. Вот. Итак, преамбла закончена. Сергей обещал, что я пять минут буду преамблу. А теперь немножко не такое менее эмоциональное, а более техническое про... Я уже хотел, что теперь микрофон и все остальное от фонда науки мне попадает. Теперь о суперкомпьютерах. Что такое суперкомпьютер? Вот здесь определение суперкомпьютера. Суперкомпьютер — это тот компьютер, который в данное время работает, в данный момент времени, видите, выделено. Работает, имеет оперативную память, быстрое действие и так далее, на порядке больше, чем обычные компьютеры. Вот первый суперкомпьютер у готов. Год, вы видите, двух тысяч. И здесь идут характеристики 13 процессоров, ну что еще? Оперативная память 3 гига, дисковая память 260 гигов, это весь у суперкомпьютера. Так, флешка, ну, конечно, не так, но я думаю, те Винчестер, которые... Ну вот на столе 250. Лежит на 250, это уже расходник. А тогда это суперкомпьютер. Но я, кстати говоря, всегда с удовольствием вспоминаю 91-й год, когда мы покупали первый компьютер персональный, а Венгу. Мы долго спорили, сколько должна быть оперативка? 256 или 512? Килобайт. И думали, что 512, во-первых, дорого, и, наверное, слишком много. А Винчестер у нас был 40 килобайт. Мегабайт. 40 мегабайт. А флешка, ой, дискетка была 1,4. И казалось, да как ты эту дискетку 1,4 мегабайта заполнишь? 1,44, конечно, более четким. Потом, через 10 лет, вот такой суперкомпьютер. Вот суперкомпьютеры меряются количество процессоров. вот сейчас ядра идут, потребляемой мощности, но здесь ее нет. И вот этими вещами. Это производительность компьютеров. Это количество операций в секунду с плавающей запятой в флопах меряется. Вот если вы соберете каждый процессор, посчитаете, вот их просто суммируете, ну, значит, каждый процессор сколько это флопов, он видит, сколько 1 гигафлоп, 1 процессор умножаете на вот 1 гигафлоп умножаете на 13 и вы получили производитель этого компьютера. После этого вы запускаете специальные программы, есть тесты линпак, запускаете и идеально получаете вместо 13 9 с небольшим. Много ли это или мало? Как вы думаете, вот сегодняшние ваши ноутбуки сколько гигафлоп дают? Процессор Core 5, я не говорю про Core 7, 2 ядра, может 4, сколько? Никогда не задумывались? Эта цифра равна 40. это сегодняшний ноутбук вот такой. Ну, может быть, чуть получше, чем данный. А вот тогда это был суперкомпьютер. Один из мощнейших в республике Башкортостал. Ну, дальше тут наши наработки 64 гигафлопа, 64 процессора, AMD-классер 2004 года, 17 процессоров, ну, каждый раз покупали более мощные процессоры, ват материнские, 78 гигафлоп. И вот то, что мы купили в 2007 году, 532 процессора, двухъядерные, 266 материнских ват, все двуядерные, там, ну, порядка. Сколько памяти там, и терраслопы. 20 терраслоп. Фиковая производительность. И вот эта шкала роста производительности суперкомпьютерных систем угодно за последние 10 лет. Только это логарифмическая шкала. здесь логарифм 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000. По прямой, как воровство, но на самом деле давно не по прямой все это растет. Значит, могу сказать, что настоящее время 20 терраслоп, потому что ну вы знаете, что в последние годы старые времена, когда мы учились программировать, был процессор, был сопроцессор, ускоритель вычислений. Сегодня для этого используют графические платы и так далее. Компания NVIDIA, Tesla, они называются и так далее. Ну вот, посложите, вот у нас тут слайд, 5 шкафов здесь, 6 шкафов, 20 терраслоп. 2007 год, ну прошло меньше 10 лет. Вот сегодня мы поставили еще на растерию в два раза за счет буквально вот одной стойки. То есть, как все увеличивается? И у нас не 5 шкафов, а 1 шкаф. Но это еще очень и очень много. Хотя все зависит от того, что такое суперкомпьютер в понимании других стран. Сейчас мы пойдем к этому. Так, ладно, двухюрнитовое лезвие и так далее. Шкаф стандартный просто двухюрнитов. Вот сегодня шкаф мы собираем 16 юнитов вот таких вот 8 блок и все. Это новый суперкомпьютер. Как люди оценивают суперкомпьютеры? Здесь такое топ-500 мировое. Топ-500 действует, ну скажем, уже с 90-х годов. Когда мы построили в УГАТУ в 2007 году суперкомпьютер, в котором было кошмарно много 20 тарафлок, мы вошли в топ-500 мировых компьютеров. И были там целый год. У нас в начале было где-то 250-е место, где-то на середку вошли. Потом быстро, через полгода мы спустились через год нас уже там не было. Это международный рейтинг суперкомпьютеров. Вот топ-50 российских суперкомпьютеров. Ну естественно, когда мы вошли в топ-500, мы вошли в топ-50 и были там первые, вторые. Это спорный момент, потому что в то же время несколько в суперкомпьютерах появилось. Мы не спорим и говорим так. Первые места. Давайте посмотрим, что такое суперкомпьютеры. Ну я вам говорю, что производитель суперкомпьютеров меряется на тестах Линпап, о которых здесь еще рассказано. Вот. И топ-500 обновляется каждый год, а топ-50 обновляется каждые полгода. значит, вот здесь апрель 1400 года, но это неправильно, на самом деле уже 15, вот недавно был очередной. Обычно обновляют 1 октября и 1 апреля на конференции. Есть такая конференция, организованная суперкомпьютером, консорцием университета в России, куда ходим и наш университет 2 года и где он занимается. Ну и теперь давайте посмотрим, что такое топ-500 и какие показатели остаются в топ-500. И какие страны. Посмотрите, кто ходит в топ-500. Чай. United State. United State. Япония. United State. Смотрите, мощности какие. Вот здесь написано 3 тысячи 3 миллиона ядер. 3 миллиона ядер. Вот это производительность. У нас сколько было? 20 терафлоп. Вот здесь 33 тысячи терафлоп. Это то, что называется петафлоп. В тысячу мягко. В тысячу раз. Это производительность пикевая. Нет, это уже на литбаке, а вот пикевая. 54 тысячи. ну то есть это вообще в три тысячи раз. И потребляемая мощность. Очень важно указать. Так, в чем она? 17 мегаватт. Только 17 мегаватт. Много это или мало? Ну, ну совсем вы хотите много. Павловка сколько? 200 мегаватт. 200 мегаватт. 200. Павловка 200 мегаватт. Да. Вы ошибаетесь. Мегаватт, мегаватт, наверное. Нет, нет, она, я специально посмотрел, в общем, нашей павловке нужно на как раз 20 мегаватт, наша павловка хороший суперкомпьютер обеспечивает. Переда паловка немаленькая. То есть сегодня если идти по развитию вот этого всего, то это примерно такие масштабы. Вот что такое суперкомпьютер, который входит в номер один китайский. Это вот эти шкафчики, которые высотой в человеческий рост. Посмотрите сколько их и как это. Тебе прикиньте сколько они потребляют и как это все охлаждать. То есть если рядом с суперкомпьютером поставить что-то, то в общем-то количество тепла выделяем суперкомпьютером это хочет. Вот Титан США комната Блюджин слышали про Блюджин американский? Это первое первый суперкомпьютер который обыграл Гарри Каспаров тогдашних чемпионов мира в шахматы. Он уже давно выпал из первых номеров нет он первый но он не тот конечно он уже наращенный но это тот компьютер который обыгрывает чемпиона мира в шахматы. Вот японский суперкомпьютер вот следующий топ следующие пять позиций Швейцария Аравия Саудовская Аравия Америка Германия Америка Как вы понимаете в топы входят в суперкомпьютеры те страны которые это используют и развивают в которых развивается промышленность и наука. Есть самый вопрос где же мы в этом всем несколько лет назад правительство России это произошло буквально пять лет назад поняв всю эту ситуацию начала вкладывать в это деньги. Значит последний топ 500 наконец нет топ 500 мы всегда входили значит появился топ в первых 50 последние два топа был на 47 сейчас уже на 31 это суперкомпьютер ломоносов в МГУ который стоит он стал на третьем месте если посмотрите помните сколько там питофопов было 50 да вот на 30 месте уже три питофопа питофопа два с половиной и практически в два раза меньше в полтора раза меньше пиковая производительность о чем о чем это говорит вот когда эти два показателя близки это значит вы не просто собираете компьютеры а вы грамотно объединяете сеть так чтобы все это работало очень хорошо а когда вы дома два компьютера объединили и непродуманная система передачи данных информации которая самая сложная что в этом деле есть об этом чуть позже скажу вот тогда вы получаете к сожалению показатели тысяча и пятьсот две тысячи и тысячи или еще ну вот этот пломоносов который занимает такие помещения в МГУ в свое время когда я неоднократно бывал в МГУ выучился там немножко здесь стояли БЭСМ это одна из больших трагедий компьютерного бизнеса или компьютерной жизни России когда мы отказались от нашей системы БЭСМ это 80-е годы и перешли на ЕС машины такие были БЭСМ по тем временам была уже параллельная машина многопроцессорная параллельная которая была одна из лучших в мире но нет пророка в родном отечестве в результате мы от них отказались мы отказались от производства собственных процессоров собственной электроники все это пошли что мы в дружбу идем с европейскими нашими дружескими странами такими как Польша Венгрия производители этого была осиная Германия друзей не осталось компьютеров тоже все мы сегодня пользуемся сами знаете чем AMD Intel и так далее собственных процессоров мы не производим собственной электроники у нас нет нет она конечно есть если быть совсем честным и откровенным то в каких-то видах они есть но и производятся и когда мы я задавал вопрос представителям соответствующих организаций почему у нас нет собственного это было простое а кто их купит понимаете вот если сегодня на рынок вывезти процессора произведенные в России то сколько из вас бежит их покупать каждый каждый из вас скажет нет вот значит мы привыкли к Intel а это означает для того чтобы это производство было достаточно окупаемым вся Россия должна перейти на собственные процессоры еще лет 10 назад мне показывали ноутбуки российского производства ну спецназначения которые при мне ставили в печку а потом в морозильник и он работал и ноутбук работал все есть я вам говорю что суперкомпьютер это много потребляемая мощность большая а вот чиллеры вот это охладители вот этот суперкомпьютер это около здания МГУ вот это ВЦ МГУ вот это 1, 2, 3, 4 чиллера тот кто около угарта уходит между первым и вторым корпусом проходя к гостинке видят два шкафчика там да чиллеры уготушены вот для того чтобы наш суперкомпьютер но здесь конечно это немножко другое и когда вы слышите о суперкомпьютерном центре вы должны понимать что это энергия вначале потребляемая а потом тепло которое надо куда-то отводить это вторая проблема ну топ 50 российских суперкомпьютеров ну вот здесь МГУ первые два места Питерский университет Академия наук и пятое место потихонечко здесь открытое Курчатовский центр сами понимаете чем занимается Питерский центр где-то 47 место сегодня осталось в угоду откровенно говоря это так подружно но как бы там не было что такое суперкомпьютеры и почему это так проблематична работа с суперкомпьютерами суперкомпьютер это сами понимаете параллельная обработка данных это все понятно да то есть одновременно решается какая-то часть задачи часть на одном процессоре другая часть на другом на игре и так далее и так далее классический пример использования суперкомпьютера ну ряды складывали в узел все кто в техническом вузе учились рели вы знаете сумма ряда там единицы на квадрате и так далее тысячу слагаемых сложили на одном процессоре тысячу на другом тысячу на третьем потом собрали в одном как бы в три раза учили производитель классно задача стопроцентно параллельницы а так теперь тот классический пример который мне очень нравится это копка ям землекопами вот она лучше всего описывает что какой суперкомпьютер вам надо выкопать погреб саду два на два вам дали лопату копай коп копаете док пришел друг помогать как копаете быстрее пришли еще два друга четвером как копаете ваша группа студентов как вы копаете вы друг другу мешаете то же самое в суперкомпьютере когда у вас большая задача то распределить ее по процессорам очень трудно давайте простой пример разберем вот суперкомпьютеры используются для прогноза погоды что влияет на прогноз погоды температура ветер давление то что у нас на земле горы и так далее факторов много погода в москве влияет на погоду в уфе да прогода в уфе на погоду в москве да можем считать отдельно погоду в москве нет чтобы посчитать в москве мы должны посчитать включая Тихий и Ледовитый океан только вы поймите что передача данных между двумя процессорами это минимум в 10 раз медленнее чем просто посчитать одну операцию сложения то есть когда вы считаете на одном процессоре Москву а на другом Ленинград то вы постоянно передаете данные и одна операция сложения и одна передача информации вы понимаете во сколько раз замедляется ваш процесс то есть вот такие большие задачи реально никто не считает на тысячи процессоров я не знаю задач которые реальные задачи которые считали больше чем на 100 процессорах все остальное это укал 10 20 100 это предел на сегодняшний день никто не умеет распараллеливать задачи точнее умеет но для этого нужно другие методы использовать если вы в университетах на технических факультетах проходите уровень теплопроводности ну скажем для распространения тепла вы хотите посчитать термояд например оттуда все же идет от войны то здесь извините вы должны от каждой точке передавать информацию друг к другу и там нужны другие модели вероятностные модели когда вы рассматриваете не условия непрерывности среды а когда вы рассматриваете уже уровня Больсман вероятностные процессы и движения молекOTHER это то что сегодня называется в математике молекулярной динамики методом молекулярной динамики когда системы уравнений начинаются от миллиона уравнений и миллиона неизвестных и которые тогда более-менее параллельницей, которые можно считать. То есть там включается другая математика. И когда человек говорит, я пишу программу для суперкомпьютера, он должен отдавать себе отчет, что он пишет для двух-трех-десяти процессоров. А когда он говорит, что я хочу писать реальную программу для суперкомпьютера, он должен учить другую математику и другую физику. Вся проблема отсюда. Начинаем. 92-й год. Конгресс США принимает программу развития суперкомпьютерных технологий в Америке. Сколько лет прошло. Понимаете, это обсуждалось на уровне Конгресса США. Обсуждали задачи, которые требуют суперкомпьютерных денег, вложений и так далее. Посмотрите, что они считают на суперкомпьютерах. Это перевод того документа. Частично. Авиастроение, автомобилестроение, кораблестроение, климат, нефть, газ, лекарства, новый материал. Термояд. Это не самая первая задача. Хромодинамик, астрономия, распознавание, речи, компьютерное зрение, языки. Как вы видите, задачи, которые здесь разбираются, они все то, что нужно сегодня. И они развили соответствующую программу, соответствующую математику, соответствующую программу и так далее. Это то, что я перечислял программы, ансис, деформа, балкус и так далее. Это оттуда. Это все оттуда. Это все параллельные реализации этих программ. Это все математически моделировано. Это то, что год назад нам закрыли. И мы сегодня должны развивать наше автомобилестроение, авиастроение, космос и так далее. И все это должны делать руками. И не заниматься, а моделировать нам дичь. Не на чем, но и самое главное, не на чем эта ерунда. Собрать можно. У нас не хватает ни программного обеспечения, и ни специалистов соответствующих квалификации. Потому что специалистов, которые владеют, у нас очень много владеющих компьютерами, но компьютеров мало. У нас очень много, кто владеет математикой. Но этого тоже недостаточно. Математика, компьютеры и физика. Вот то, что нужно обязательно. Без этого невозможно. Что такое программа? Ну, и почему проблем много с параллельными чтениями? Стоимость чтительных систем. Дальше будут цифры, но я могу таснуть. Что суперкомпьютеру в году 5 миллионов долларов. Ценных того времени. Остаточная стоимость сегодня угадайте, сколько? Сто или даже сегодня, наверное, год назад это было сто тысяч рублей. Я говорю, а можно я куплю его себе домой, поставлю? Я думаю, сегодня это 50 тысяч. Пять миллионов. Вы представляете себе? Вот я вам показываю, как это развивается быстро. Это точно так же быстро стареет. Если вы сегодня купили суперкомпьютер, то вы должны его окупить сегодня. Через год он теряет половину цены. Через 10 лет вы его можете просто... Вот как и домашние ноутбуки. У кого дома стоят вот эти вот ящики, купленные лет 10 назад, на них в лучшем случае что они для чего там? Подставка под цветы, не более того. Точно так же и суперкомпьютеры. То есть это те деньги, которые очень большие, но при этом они очень быстро кончаются, в ноль получаются. Ну вот. Потому что сразу появляются персоналки, которые делают эти задачи. Потеря производительской организации, параллелизма, то, что я сказал, зависимость, эффективность, параллелизм, программ от архитектуры. То есть программа пишется под конкретную архитектуру. Не так, что вы написали программу и ее гоняете и там, и там, и там, и там. Извините. Если вы написали на систему с общей памяти или с распределенной памяти, то это абсолютно две разные программы. Программа написана на 10 процессоров и программа написана на 100 процессоров. Это абсолютно разные программы, разные математики, разные физики. Ну, проблема загруппуски обеспечения. Малое количество программного обеспечения. Невозможное достижение фонда распараллеления программного кода. Цены, опять, рост производительности. Закон Мура каждый. Закон Мура говорит, количество транзисторов персональных компьютеров двоих заказов полтора года. Здесь вот некоторые вещи. Сложность перехода и ошибки округления. То есть, когда миллионы операций, сами понимаете, это ошибки округления, непрерывные. Другие операционные системы. На Windows практически плохо это все работает, на Microsoft продукты. Это линусовые продукты. Это, свои цены, было программное обеспечение для суперкомпьютеров. Ну, сейчас, конечно, закрыли два дня назад портал, по которому все скачивали. Да, не будем называть название всех этих, то, что сегодня запрещено. Но, много ли из вас покупало программное обеспечение? Домой на компьютеры? Так честно. Давайте глаза опустим и поймем, что кто из нас покупал. Значит, одна программа для компьютеров в году обходится лицензия от 1 до 3 миллионов рублей на одну программу. А если вы покупаете десяток программ, а без этого невозможно, то затраты, соответственно, где и диск на толчке вы не купите, и из торрента вы их не скачаете. Вот что это такое. Есть такой закон нам дальше, который показывает, как надо распараллелировать программу. Это очень хитрые графики. Ну, давайте я покажу, объясню, в чем вопрос в этих графиках. Вот, скажем, вы половину программы, 0,5, половину программы распараллели. Это вы что-то считаете? Вот эту половину распараллельную, а эту не распараллельную. Ну, не могу. Посмотрите, насколько выросло ваше ускорение. Это в алгоритмическое скалаце. Десять тысяч процессоров, это порядка пятерки. В пять раз. Вы ускорили только в пять раз? Там полтора даже скорее. Может быть, полтора, два, три. То есть, вы понимаете, что если вы только половину кода распараллелили, это бесполезно. Ну и, соответственно, у вас осталось девяносто девять процентов кода вы распараллелили. Помните вектор сложения ряда? На трех процессорах сложили, а потом все в одно место сложили. Один процент вы не распараллелили. Всего. Сто раз это пределы синтетика. Хоть сколько вы здесь дальше увеличиваете? Сто раз. Один процент кода. Понимаете, что такое распараллеливание, эффективное распараллеливание программных программ? Это оценка сверху. В реале еще хуже. Наши студенты законам далее хорошо знают, когда им говоришь, а теперь давайте эффективно распараллелим в два раза. Умные ребята сразу говорят, а-а-а. Они понимают, что это такое. Для чего используется суперкомпьютер в мире? Это данные из топ-50 у наших российских. Давайте посмотрим, что мы используем. Вот это синяя полоска. Значит, это число систем. И на что используется? Синяя. Это исследовательские части. Наука и образование желтое. То есть, если вот так вот взять, из пятидесяти систем на образование используется почти половина. Промышленность. в лучшем случае пять. Вот здесь это вот финансы. Вот это. И это последнее. Не указано для чего используется. Ну, как вы понимаете, в нашей стране, когда не указано для чего используется, умные люди понимают, что это означает. Это оборонка. Но вы посмотрите, сколько используется реальных промышленностей. Пять компьютерных систем. А теперь давайте перейдем к топ-500. Вот это. Вот это. Здесь, значит, две вещи. Вот здесь по количеству систем. А вот это по их использованию. И вот это вот индастрия. Понимаете, что половина систем за рубежом используется в промышленности? Нет. Вот это очень хорошие графики. Они показывают одно. Много систем и небольшая производительность. То есть они понимают, что покупать миллион ядер, тысячу ядер процессоров. Промышленность бесполезная. Я вам говорил, сто – это максимум. В большинстве бесполезно. Надо много маленьких. А эти монстры, они вот в исследовательских центрах. МГУ, УГАТУ – это монстры. А на производство надо небольших, но много. И они должны работать на производство, на решение тех задач, которые решаются в практике. А куда мы используем наши суперкомпьютеры? Ну, я не буду обсуждать Ломоносов. Я покажу на своем примере нашего УГАТУШного. Это нефтяники. Спасибо нефтяным компаниям, которые заставляют двигаться математическим моделированием России. Я не знаю, вы в курсе или нет. Но вы не имеете права начинать никакой разработки месторождения нефтяного сегодня. Нигде. До тех пор, пока у вас не будет полной математической модели. Вы не имеете права забить трубу и начать добычу нефти, пока у вас нет геологической, гидродинамической модели и так далее. А это тяжелая математика. Поверьте мне, я это знаю. Чуть позже я покажу, что это такое. Больше нигде. За рубежом даже асфальт нельзя заасфальтировать дорогу до тех пор, пока вы не представите полной математической модели того, что у вас есть. Я почему говорю про асфальт? Вспоминая нашу дорогу в аэропорт, как ее в прошлом году асфальтировали. Помните? Это наше, я думаю, изобретение – асфальтовая дорога с колеей. Все же помнили, я помню, что на своей машине я задевал эту колею на асфальтовой дороге в аэропорт. Это для беспилотников. Так вот, нет, я просто говорю о том, что накопилось, наболело, что есть и от чего надо делать. И для чего готовить кадры нужны, и то, чего не хватает, и то, чему призываем, и что нужно делать. Еще раз, и так, просто с самого начала у нас хорошее отношение с компаниями нефтяными – это «Юкос», «Роснефть», «Башнефть», которые финансируют наше программное обеспечение, создание и программное обеспечение и содержание компьютеров. Это нефтехимики, это последние годы, слава богу, наша авиационная промышленность повернулась лицом к тому, что тоже надо моделировать, а не только вначале выполнять, исполнять, потом, когда самолеты падают, надо замоделировать. Может, вначале все-таки надо все замоделировать, а потом уже все остальное делать. Правительство наше, наконец, начало создавать ресурсные центры, республиканские, параллельные обработки информации, документы оборота. То, что за рубежом, уже давно. Это вот несколько слов от тех проектов, которые мы с правительством нашли. Действуем 10% от суперкомпьютеров в году, наконец, используются правительством. Ну вот, наверное, это та часть, которая связана с суперкомпьютером. Теперь переходим к конкретному процессу моделирования. Я еще покажу некоторое оборудование, которое появилось в угадку последние годы. И если появятся желающие, я готов организовать инскурсию, показать. Вы не просто должны посчитать, а после этого вы должны посмотреть, что же вы насчитали. Увидеть результат. Мы в прошлом, позапрошлом году купили комнату 3D-визуализации, куда можно человек, наш сотрудник, обвешенный датчиками, и он может показывать, как и что. Я всегда думал, что это не игрушка, а в этом году ребята, которые занимаются из мединститута, которые занимаются травматологией, говорят, когда увидели это дело, говорят, опа, это очень интересно. Оказывается, протезы, о которых чуть позже будут идти. Вот как действовать должен протез, показать человека, промоделировать и потом посмотреть, он ходит как? Как нормальный человек или у него руки-ноги крутятся? Так, в каком же предвизуализации? Ну, наверное, здесь некое описание этого всего. Для чего это используется? Ну, вот я могу так сказать. У нас пока эта игрушка, но несколько лет, пару лет назад я был в Варшавском политехническом институте, прародителем нашего авиационного университета. Я не знаю, все ли знают, что наш авиационный университет имеет своим пра-пра-пра-пра-правителем Варшавский политех, который был разогнан в 2005 году. То есть в 1905 году, после первой революции, часть его переехала, ой, сейчас не помню, в районы Ростова. Оттуда филиал пошел, ростовский филиал пошел в Рыбинск, а из Рыбинска в Уфу. Когда он был в два метра, разошелся этот политехнический варшавский, половина пошла, казаки выкупили, сейчас не помню куда, а вторая половина пошла в Нижний Новгород. И в кабинете ректора Нижегородского политеха до сих пор стоят часы, которые пришли в 1905 году. На стены, на столе, на поле и часы большие. Вот так. История она такая веселая. Так вот, в Варшавском политехе три таких комнаты визуализации. Они отрабатывают программирование взлета-посадки автолета, частности. То есть это тренажеры. И студенты пишут тренажеры. Смотрят все, что, как работает. Краш-тесты. Визуализация краш-теста. Проверили автомобилестроение. Про авиацию вообще не говорю. Сам Бог и Лео. Это кораблестроение, это оборудование, это строительство. Вот что бы вы ни делали, сегодня за рубежом, это идет 3D-визуализация результата. Чтобы посмотреть со всех сторон. Вы заходите, посмотрите с этой стороны, с этой стороны виртуальную модель. У нас это, ну вот в уголку одна. Больше в Уфе я не знаю. Я помню, в 2000 году такую комнату купили тогдашнему президенту Юкоса. Фамилия, наверное, известна всем Хатарковскому. Это было на Павелецком у них исследовательский центр. Там кабинет Хатарковского был. Рядом стояла вот эта комната. Вот тогда я ее первый раз увидел. Тогда ее показывали только-только-только. Мы так вечером, в Астонске, что называется, увидели эту комнату. Ну и несколько других работ. Вот это вот считают... Так, что? Нет? Стоп, вот предыдущая еще картинка. Вот это узлов мишени. Видите? Да. Может, стрелочками попробовать, потому что у нас с кликерами работает. Видео, в принципе, можно одним попытаться посмотреть. Так, подождите. Сейчас попробую. Взять по-другому. Вот, пошел. Пошел. Вот это считают современные программы. Турбулентные течения. Задача была очень интересная. Вот это красный – это нефть, а синий – это газ. Это по газопроводу одновременно пускают нефть и газ. Идея вопроса вот такой. Позвонили нам, говорят, не могли бы посчитать. Кстати, видите, старший день. Американский продукт для гидрономических расчетов. Не могли бы посчитать и посмотреть. Вот, знаете, говорят, когда газ и нефть идут вместе по трубе, то в какое-то место происходит пробка затыкания. В чем дело? Наверное, говорят, неправильно свариваются два трубопровода. Считали. Насчитали. Вот такие всякие картинки. Увидели, что здесь сейчас, если долго смотреть, то вот здесь, как раз, видите, нефть уже останавливается. Такие вещи. Это моделируется. Это ансис, другой продукт. Видите? Так, что дальше? Следующее – это салат нефтьюрксинтез. Узел смешения. Когда вы смешиваете несколько реагентов, необходимо, чтобы было все это равномерно, однородно. Можно, конечно, установку останавливать, но один замес стоит 3 миллиона. Рублей, правда. Можно поэкспериментировать. А давайте так попробуем замесить, а давайте так попробуем замесить. 3 миллиона раз, 3 миллиона два. В течение месяца за 3 миллиона мы сделали все эти расчеты. Показали, что надо сделать вот так. Это вот идет разговор. То, что мне очень нравится та работа, которую мы выполняли последние лет пять. Сумко. Это вот близкий. Диск и лопатка. Можно производить, брать кусок титана и как скульптор отбивать все лишнее. Обработать напильником. Да, и обработать напильником. Только цена всего этого будет миллионы. Если что-то сломалось, то надо менять все заново. Значит, вот установки для линейной сварки тренинг. Made in France. Разработка процесса моделирования Made in Anglia в содружестве с греками. А первый человек, который придумал сварку тренинг, Made in СССР. Все сказали, о, как хорошо. Начальник выдали и забыли. А потом в технологию все это внедрялось в другие страны. Проусловываясь. Ну, это образцы сварки тренинг. Вот процесс сварки тренинг. Как он идет. Раз, и сварилось. Частота 50 Гц. Прижимное усилие 50 тонн. Процесс идет меньше 2 секунд. А вот он в 50 раз медленнее. Начинает выходить белое, это окалино. Потом флэш. И потом вот это то, что выходит, горячее. Вот оно входит туда-сюда. Видите? Туда-сюда, 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 туда-сюда. И сварилось. Я не буду рассказывать тонкости всего процесса и почему по-другому титановый сплав не сваривает. Это физика химия. Вот сварилось. Опа. А вот. А вот маневрирование. Так, ну куда-то пробуем. Пошел? Нет? Нет, не идет. Все же нет. Что это такое? Ну, вот видишь, что-нибудь так нормально. Не получается. Форж, он уже немножко другой, это французский пакет. А на том-то пакете было лучше, потому что там со всеми флэшами и так далее. А, вот, пошел, пошел. Пошел, да. Вот, видите, здесь вот температура нагревается. Видите, синяя-то комната, и дальше нагрев прошел. Вот, видите, флэш прошел, вот, текает. То, что вы видели из этих лопатных листьев. Опять, пакет какой? Дефорум. Наших наработок, наработок российских, к сожалению, нет. Что такое писать параллельные коды и такого типа программы, я вам расскажу чуть попозже. Так, ладно, пошли дальше. Сергей увидит свою любимую. Нет? А, Сергей, это вы писали. Что я вам показываю? Да-да. Это ваша наработка, ваша картинка, ваша дипломная работа. Ладно? Извини, Сергей. Ну, ладно. Ну, нет моей дипломной работы. Видимо, не работал. Так, ну, это другие картинки. Это двигатель, когда смотрите. Вот здесь вот вентиляторные лопатки, а вот это вот обдув того, что здесь происходит. Вот это вот как раз моделируется. Вот так сеточка пишется. Значит, я могу сказать, вот, вы же в школе уравнений решаете, и университетик, сколько уравнений, сколько неизвестно. Три, четыре, пять. Вот каждая ничейка, это уравнение, это одна неизвестная. Значит, когда мы решаем систему линейных уравнений, примоделировать, а их решаешь каждую секунду, то размеры систем 10 миллионов уравнений и 10 миллионов неизвестных. И считаться это должно в течение двух, одной-двух секунд. Это то, что делает сегодня Северка. Это вот последняя наработка. Это газоперекачивающая установка. Попробую даже посмотреть, пойдет или нет. Вот. Это вот рассчитали газоперекачивающую установку и даже визуализировали. Вот в таком-то 3D-визуализации, которую я показывал, в ней можно зайти, вот только это всего походить, с этой стороны посмотреть, и с этой стороны. Вопрос заключался о том, рассчитать потоки, чтобы равномерно работа входила в двигатель воздух и выходила. Точно так же. Вот так вот, типа картинки можно делать. Вот, но опять, в картинке зарисуем мы, пакеты, которые используем, это опять те же ансисы, деформы и так далее. Это очень мне нравятся работы, которые идут, вот это снизу, то, что не видно, это фирма «Оптимед». Это оборудование, мне очень нравится эта фирма «Оптимед», которая помимо того, что делает операции на глаза, то, что вообще у всех на виду, они сами производят инструмент для этих операций. В частности, мы им помогают расчеты, тоже знакомые, да, вещи? Это моя дипломная. Это карма дипломная. Это вот инструмент для удаления катаракты. Здесь надо было считать движение, хлебание и так далее, да? Вот, это протезы, которые мы сейчас рассчитываем. Это вот кость, кость вот сломалась, когда что-нибудь вот, ну вот есть же, вот там протез ставится. И вопрос надо вогнать в кость в одну и в другую так, чтобы когда вы ходите, или что-нибудь, поворачиваете, или танцуете, чтобы этот протез не сломался снова. Надо рассчитать все это. Кстати говоря, когда мы лет пять назад первый раз попробовали это делать, нам сказали, что человеческую кость вы хотите исследовать? Мы говорим, ну так нам уже везут антомички. Мы сказали, это запрещено. За пять лет прошло, теперь кости приносят. Осталось пилос создать. Это то, что мы делаем с Роснефтью. Мне очень нравится вот этот слайд. Это 2003 год. Начал создаваться симулятор для расчета гидронимических течений. Вот сегодня 2015 год. В планах компаний на следующий год развитие параллельной версии. С 2003 по 2015 прошло 12 лет. Это создано силами компаний, нефтяной. Я промолчу за израсходованные деньги. За 12 лет создан впервые отечественный продукт, который сегодня использует 50% месторождения России. Это компания Роснефть. Это нефтяники могут себе позволить содержать штат из, ну скажем, 20 программистов, которые пишут этот код. 12 лет. И только сегодня начались первые попытки на распределенной памяти писать параллельную версию. Это вопрос о том, что такое писать параллельные коды. И что невозможно вот с нуля взять, посадить и вот... Начинаем. Начинаем. И чуть-чуть получится. Вот это такие работы. Так. Дальше идет. Ну это описание неких вещей для специалистов. Квастер, СПЕ, то, что это все ускорение. Вот мы какую-то часть начали делать на общей памяти. Ну вот это вот ускорение максимальное, которое на 30 процессорах, это в лучшем случае, 10 раз. Но это на системах линейных уравнений, это не на всем процессорах. Не на всем пакете. Ну вот такие штучки в угаду считают. Это струйные течения на выходе из двигателя. Тоже. Это всякие температурные поля. Вот. Ну и о том, как этому обучаются. Здесь двое наших выпускников, так или иначе задействованные. И знают, что такое обучаться этим вещам. Ну скажу честно, если кто знает, что такое факультет УНФ и прикольная математика в УКОТУ. Если хотите, чтобы вас чему-то научили, приходите к нам. Скажу честно. Набираем 60 человек. Выпускаем 10 человек. Лучше их в годах. Но это меньше. Ну да, больше. Обучаем математике, физике, информатике. Что мне очень понравилось. Год назад у нас каждый год проходят встречи с выпускниками. Одни математиков, приклады математиков. И пришли первые курсы наши выпускники. Ребята, которые вот окончили год назад, говорят, когда, говорят, выпускникам экономического факультета предлагают 15 тысяч и берут на работу, они радуются. Когда выпускнику УНФ предлагают 30 тысяч, он смотрит, как, вот что, издевается надо мной, что за такие деньги я не пойду работать. Это ребята, которые наши выпускники. К сожалению, должен сказать, что выпуск трехлетней давности 70% живут и работают в Москве, в Питере и в других центрах. В Новосибирске, в Казани, в Уфе остается мало. К сожалению, опять же, могу сказать так, что я никогда не смог набрать, вот как я начинаю считать, не смог найти больше 10 предприятий в республике, которые заинтересованы тех задач, о которых я сегодня рассказывал. Слава Богу, у нефтяников сказали, пока не замоделируешь ничего. Нефтяники вкладывают деньги, принимают на работу всех ребят наших у нефтяников. Все остальное. Считается, что вначале давайте проэкспериментируем. Но весь мир направлен на это. Я призываю вас, чтобы, как бы там ни было в вашей жизни, будете ли вы заниматься моделированием или какими другими вещами, чтобы вы понимали всегда, что в любом виде эти задачи нужны. И прогресс определяется развитием и вот таких вещей тоже. Конечно, прогресс определяется теми ракетами, которые летают через три страны на четвертую. Прогресс определяется теми самолетами, и другими, и катерами, и подводными водками. Но прогресс этот весь достигается вот такими вещами, о которых я вам сегодня рассказывал. Я хотел бы, чтобы вы это понимали. Все, я завершил. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ